112. Разговор записывай. Девушка, здравствуйте. Вот такая ситуация случилась. Я машину на парковку поставил, из дома вышел, и ее как бы нету вообще. Что делать? А если ее там нету? Здравствуйте. Мне пофигу, Ян. Пускай я звоню маме. Пускай она звонит в полицию. В ВВД в Саратов. Я тебе серьезно. Всем привет, ребят. Вы попали на самый позитивный канал на ютубе Сергей М. И я вас приветствую. Сейчас еще с вами кое-кто поздоровается. Правда, он купается, но не важно. Зайчик, поздороваешься? Зай, я купаюсь. Потом. Ну, ладно, не будем раскрывать их декретов. Не будем залазить к нему в душ. Собственно, что же я включилась. У меня есть немного времени рассказать вам, что да как. Сегодня я хочу сделать такой жесткий пранк. Я вообще не представляю, как это будет. Сейчас я вам расскажу. В общем, я сейчас, пока он купается, просто ухожу из дома, беру его ключи от машины и просто угоняю машину. Я не представляю вообще, как я это сделаю без прав. Вы все прекрасно знаете, что прав у меня нет. Это просто, мне кажется, мне так влетит за это. И это очень рисково и опасно. Но, блин, ребят, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я уже вам как-то говорила. Я вообще мало представляю, как это будет. Нет, я не то, что мало представляю, я вообще не представляю, как это будет. Для начала мне надо найти ключи, которые он, как обычно, куда-то бросает, но я их покажу. Вот они, как обычно, завешенные. А он просто купается, ничего не подозревает. Я бы вам его сняла, но, ладно, не буду. И я сейчас просто выбегаю из дома. И просто, короче, блин, это жесть. Я не знаю. Короче, ладно, меньше клуб, больше дело. В общем, я надеюсь, что у нас все получится. Ребята, это очень жестко. Потому что я без прав, просто без прав. Это капец. Мне надо тихо выйти. Вот сюда. Коша. Я надеюсь, он не слышит ни одна музыка. Боже мой. Ребята. Жесть просто. Я вообще не представляю, как это будет. Я буду действовать в пределах разумного. Я буду очень аккуратно все делать. Просто максимально аккуратно. Потому что, блин, это капец. Боже мой. Такое волнение. Просто я такая выхожу, сажусь и выезжаю. Просто вы себе это представляете? Просто я не представляю вообще. Я ушла без телефона, чтобы вы понимали, без. Это будет жестко. Просто мы выходим. Мы бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим. Боже мой. Вы не представляете, сколько у меня эмоций и вообще сколько... Я надеюсь, меня слышно. Потому что это жесть. Я для вас сейчас подробно все буду записывать. Абсолютно все. Боже мой, боже. Боже мой. Мы сейчас будем туда садиться. Чуть не села на пассажирское. Сейчас, короче, я сяду. Я открою, сяду. Боже, я аж от волнения. Забыла, господи, на что открывать. Так, ребят. В общем. Тут что-то загудело. О май гад, господи. А я просто села. Я просто всего лишь сел. Мурашки. Мне кажется, видно даже, как у меня волоски дыбом стоят. В общем. Я не знаю, куда вас лучше поставить, чтобы вы не свалились у меня. Ребят, мне сдать назад нужно. А там машины. Господи, люди. Простите меня заранее. Я буду все максимально быстро делать, ребят. Так, ладно. Блин, пока мы убавим музыку. Меня сейчас пока все напрягает. Так. Мы ее завели. Давайте я вас поставлю. Как-нибудь. Блин. Я очень боюсь то, что вы свалитесь. Или то, что я сейчас куда-нибудь врежуась. Вот так. Вот так нормально. Так. Заднюю. Мы сдаем заднюю. Вот так. Наверное, мне надо сначала подвинуться. Ребят, я просто одна. Я просто где-то... Боже, прикиньте, я забыла, что куда. Короче, я сдала назад. Я чуть не врезалась вот в эту машину. Чтобы вы понимали. Блин, я не знаю, как вам показать. Короче, она там стоит. Вон. Вот это вот. Сейчас. Подождите. Вот это, короче, машинка. Я в нее чуть не впиндюрилась. Я стою, разговариваю с вами и не смотрю вообще в задние. В общем, ребят, это настолько волнительно. Вы просто себе представить не можете. Боже, ладно, я вас сейчас поставлю. Так. Я просто, да, начала разворачиваться. Забыла, что вообще сзади машины. Забыла, что куда вообще... А, боже, это такое. Так. Сейчас, в общем, я стою на тормозе. Сейчас мы поедем. Ребята, просто... О, боже мой. О, боже мой. Я даже не знаю. Я постараюсь, конечно, больше. Ребят, вы не представляете, мне кажется, половина людей, которые на меня смотрят, они просто думают, что я сейчас... Бля, самое главное... Ой, простите за мат. Самое главное мне не забыть включить поворотник, потому что... Так, 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 так. Боже, тут еще всякие... Ребята! Так, там нет машин, сзади нет машин. Так, ребята, я сейчас остановлюсь на секунду. Я, наверное, вас переверну. Потому что так будет лучше сейчас. И чтобы вы видели дорогу, мы ее пропускаем. А сами едем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, там машин нет. Мы заехали на бордюр. Ребята! Ладно, все, мы едем дальше. Ребята, вы себе просто представить не можете. Какой это стресс. Я просто стою одна. Абсолютно. Мне сейчас нужно будет развернуться. Самое страшное это было то, что мы чуть не наехали на бордюр. Мы чуть бампером не собрали бордюр. У меня просто мурашки, ребят. Вы видите, как у меня торчат волосики. Это стресс, блин. Это паника. Но мы сохраняем спокойствие. У меня просто все пересохло. О, боже, давайте на парковку, что ли, поставим или не надо. Так, ладно. В общем, я сейчас, ребята, разворачиваюсь. Я сейчас смотрю по сторонам. Назад. Все, машин нигде нет. Сейчас я, наверное, вас вот сюда вот поставлю. Вот так как-нибудь. Вам меня видно, в принципе. Да. Мы снимаем с аварийки. И нам нужно развернуться. И разворачиваемся. Опа. Мы развернулись. Все, мы вроде едем. Я потрясла машина. Я не знаю, ребят, что делать. Мы, короче, сейчас выйдем. Так. Машин там нет. Просто пипец, блин. Просто, просто, просто пипец. Я уже забываю, куда смотреть. Что, как? Ну, там вроде никто не едет. Ой, мне чуть не придавило дверью. Прекрасно, превосходно, замечательно. Просто, ребят, вообще сюда кто-то едет. И я сейчас одна. Просто в каком-то поле, в каких-то домах стою. Снимаю. В общем, ребят, я не знаю, что и как. Я просто угнала. Угнала машину. На меня люди смотрят как-то ненормально. Они понимают, что я одна. Я просто угнала машину. И это жизнь. Просто вот она стоит. И я такая, сякая, такая красавица. Я просто, ну скажите, что я крутая. Кто бы хотел тоже углазить машину. И вот так вот просто, просто вот так вот. Вот она стоит. А вокруг не души. Для пущей убедительности. Если вдруг кто-то мне не верит. А такие по-любому найдутся. Боже, мне кажется, все понимают, что я какая-то неопытная. Я кручусь вокруг машины. Я даже не знаю, что куда открыть. Для тех, кто вдруг неверующие Фомы, я вам сейчас открою двери. И вы убедитесь, что никого нигде нету. В смысле, ни сзади. Никто не сидит. Никто со мной не едет. Я просто совершенно одна. Как бы, чтобы вы понимали. Видно, потому что многие едут и так смотрят на меня. Потому что они прекрасно понимают, что как бы... А мне еще один поворот, кстати, еще предстоит. Чтобы машину оставить. В общем, ребят. Мы едем. Сзади машин нет. Мы даем немного газку. Хотя я сама ссыкую. Но сильно быстро я тоже ехать не буду. Все мы... Опа. О, господи. Боже. Божечки. Ребята, это просто... Я, блин, вы себе просто представить не можете. Какие-то ощущения. И мало того, что там вообще люди стоят. И они, мне кажется, просто понимают, что тут что-то нечистое. Боже, мне же там поворачивать. Так. Взади где-то машина или нет. О, боже, там автобус, ребята! Самое главное, чтобы сзади не было машин. Это самое главное. Ну, спереди, конечно же, тоже. Боже, ребята. Я еще боюсь, что вы упадете. Там главное, не перепутать поворотники. Может, это будет капец. Мы не перепутали. Ого! Мы асы с вами, ребятишечки. Просто мы газуем. Водитель автобуса сейчас думает, что я какая-то... Я не знаю, что он думает, потому что машина едет очень странно. В общем, ребят, мы, наверное, вот здесь сейчас встанем. Короче, я вам покажу. Вот так вот мы как-нибудь встанем с вами. Пока как-нибудь. Ребят, мы просто встали как шаг. И шаги. Вот меня бы сейчас мужской пол назвал бы ненормальный. Овцой и курицей, короче. Просто едет девушка тоже на БМВ. И едет автобус. Но он здесь не встает, потому что иначе, если бы он здесь встал, то это был бы капец. В общем, я вам покажу, как я встала. Хотя здесь вставать так вообще нельзя. Тут максимум можно, наверное, так встать на аварийках. Но я вам сейчас покажу. Вы будете шокированы тем, как я встала. Мы заходим к тому. Вы не представляете просто. Для меня это такой шок сейчас был. Коль б не. У меня такие мурашки по всему телу. Я просто сейчас, мне кажется, седых волновь набрала и спрашивала. Теперь самое главное, чтобы он не вышел из душа. Просто капец. Ладно, заходим. Как ни в чем не было, типа... Я влог сниму. Момент истины. Он купается. Просто купается. Мы тут просто делаем дела. Просто это преступление. Меня не может. Он рогаться не будет. Мы пойдем взятелю, мы обнимаем его и он им все прости. Кто это у нас вышел? А если трусиках не снимают, то опять забанят. Это же трусики. Привет, ребята. Сегодня мы едем кататься на BMW с хомиком. Ура! Кто-то очень долго купался. Очень долго. Почему я очень долго? А как вы залазите в душ? Я быстрее тебя купаюсь. Ну конечно, ну конечно. Это он у нас... Я всегда купаюсь быстрее, чем она. Я все делаю быстрее, чем она. Купаюсь. Одеваюсь. Вы пользуетесь понтином? Как я? Это не реклама, ребята. Это понтин про... Хомик, ты готова к самым могучим дрифт... У нас сегодня Хомик будет самый могучий дрифтер в мире. Ты готова? Готово. Я всегда готова. Я решил, знаете, что сделать? Хомик хочет у нас ладу... Что ты хочешь? Ладу Весту. Ладу Весту, да. Скажите, что не нужно ладу Весту покупать, потому что она стрёмная. А какую тогда напишите? Ну блин, ну только не сильно дорогие. Мне кажется, как я вот считаю, мне кажется, для нее пойдет Ford Focus какой-нибудь. Или Opel. Opel G. Помнишь, вот около нашего дома? А ну да, это да. Такая желтенькая стоит, двухдверная. Вот, Opel G для нее будет такая дутая в новом кузове. Я думаю, будет классная для нее. Я думаю, что она для девушек такая аккуратненькая достаточно. Я ей предлагал просто, ну блин, сдавай на права, катайся на этой BMW, я тебе ее отдам. Все. Она не нравится ей. Она большая, говорит. Она слишком длинная. Ну конечно. И неудобная. А как она взрывает на трассе? Ты мне лучше расскажи. Если только по трассе ех, то конечно. А как она ту стопку дает? Меня опять, ребят, запрягли с мусором. Вот так же и с женой. Она постоянно вас запрягает. Данимай меня, данимай меня. На-на-ни, на-на-най. Жена, зачем ты мужа запрягаешь? Вот я для тебя все делаю. Пойдем. Вот я для нее все делаю. Разрешай кататься на BMW. Хотя нельзя беременной кататься на BMW. Давай. Ты мне что-то пробовал? Бывает ли я с тобой? Я ей все разрешаю. Кататься на BMW. Все делать. Ты за что меня сейчас трогала. Не за что. Вы видали, ребят, зачем она трогает меня? Видели? Ладно, пойду мусор выкидывать, как всегда. Просто задали мне задачку. Куда по ней муми накататься? Я сейчас знаю, что она просто. Дёх, после силы все красиво? Угу. Что ты скажешь мне, хомик? Я хочу что-нибудь вкусненькое. Слышишь? А машину же здесь оставлял? А здесь? Я вот сюда ее ложил, поставил вот так наискосок. Наискосок. Ты уверен? А? Я уверен, говорю. Я тебе серьезно. Она здесь стояла. Ее никто не мог забрать. А эвакуатор не мог забрать? С чего бы он вообще забрал? А пойдем вон там посмотрим. Нет, ну стой, ты уверен, что ты тут ее ставишь? Я ее здесь вот сюда поставил. Я что тебе врать что-то буду, Ян? Ну мало ли, блин, давай. Закрутишься и забывай. С чего бы я это закрутился? Я вчера с вечера приехал, вот сюда ее поставил, как она стояла, так и стояла. Ну может позвонить попробовать? Чего? Может позвонить попробовать? Ты кому ты позвонишь, если ее забрали, например? Ну куда звонят обычно, когда эвакуатор зацепят? В полицию звонят. Ну чего? Жанна, я не знаю, где она может быть. Да ну это прикол какой-то, я тебе серьезно говорю. Это просто либо прикол какой-то, либо я хер его знаю. Ты когда вот в окно смотрела, ты видела машину? Да. Когда это было? Ну утром. Да, мне что-то сердце разокололо. Какой номер полиции? Или милиции, полиции? 0,12 наверное. А через сотовый как набирается? Да, я не знаю. Извините, номер не существует. Или нас... Как надо набрать? Блин, девочка, я не знаю. 0,12... Ой, я не знаю. 0,12? Или может 2,0,2? 0,2,0,2 может? Извините, номер не... Ян, хватит снимать уже, посмотри, лучше как набрать. Ебать. Бля, ебать, где ты звонишься, дай тебе. Нет, ну она же не могла просто взять и испариться. Да, взяла и исчезла, она у нас как в этот, как в трансформерах, сама летает и уезжает. Я же тебя пойду. Бля, ебать, просто даже трубки не берут. Вот так что-нибудь случится, просто даже трубки не берут. Это как? Ну, как-то так. И в случае этого, куда теперь нам звонить? Да я откуда знаю, Ян. Пиздец. Как? Она вот здесь стояла. Она вот так, прям по середке. Я же не тупой. Я вот так ее по середке поставил. Вот так, на низкосок. Вот так. Это же не у меня масло тепло. Да нет. Это засохшие пятна. С эвакуатором, даже если бы они эвакуатором забрались. С чего они могут забрать? 611. Номер набрал неправильно. 0611. Ян, ну че ты? Ну, блин, сейчас вот время снимать. Ну, на всякий случай, чтобы у нас были факты доказательства, что они телефон не берут. Добрый день. Билайн. 0611 вообще билайн. Разговор записан. Девушка, здравствуйте. Вот такая ситуация случилась. Вот я машину на парковку поставил, из дома вышел, и ее как бы нету вообще. Я бы хотел узнать, может быть, сотрудники ДПС забрали ее на штрафстоянку или куда-нибудь, я не знаю. Я только что прям набирал, никто трубки не берет, уже минут 15-20. Я дозвоню, звоню. ИБДД, 747-107. 700. Какой еще раз? 747-107. 747-107 запомни. Да. Все, ладно, спасибо, ага. 100. Какой номер? 747-107. 747-107. У меня башка вообще не соображает. 107? Да. Покажи. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, вот как узнать, машину на эвакуаторе походу забрали, и куда еду? 530303. 530303? Ага. Ага, спасибо. Что делать? А если ее там нету? Не сказать. Позвоните еще куда-то. Алло. Здравствуйте, такой вопрос, как можно узнать, вот походу машину на эвакуаторе забрали, наверное. А, добавляем? А, БМВ 525 А164. Эта машина стояла на улице Кузнецова 9. Я точно не знаю. Это какой район? Это Солнечный. Ну, не, у нас нет, тогда у нас Солнечного не возят. А вообще Солнечного куда возят? Да бог знает, позвони в милицию, скажи, вышел, не обнаружил. Ну да, я просто, я просто, какая ситуация. Я дома был, с вечера поставил машину, а утром вышел, ну вот сейчас вышел к вечеру, получается, и машины нету. Не, не, там такие водили. Ладно, спасибо большое, до свидания. Ну что, у меня отвечает сердце просто колло. Даже смотри, волосы встали дыбом. Короче, мне пофигу, Ян, пускай, я звоню маме, пускай, она звонит в полицию, в спецназ, в ГУВД, в Саратов, я тебе серьезно говорю. Мам, полиция идет. Я просто в шоке. Зачек, да подожди, почему не беги, подожди. В смысле не беги, машины нету, Яна. Подожди, Заня, звоните, берусь. Че? Хочешь, я тебя успокоен? Это был пранк. Яна, только не говори, что это пранк. Это пранк. Я с тобой разговариваю. Я сейчас покажу, где машина. Она недалеко. Я с тобой разговариваю, я серьезно говорю. Все. Я сейчас вещи соберу и домой уеду. Че это за пранки, Ян, ты вообще издеваешься? Ну, что это за пранки? Она в целости и сохранится. Ты потрогай, у меня сердце как бьется. Ты как без прав вообще поехала. Она в целости и сохранится. Я дома недалеко уехал. Куда ты уехала? Пошли, покажу. Туда вон, прямо. Пошли. Сейчас правда или угораешь? Пошли. Куда ты так далеко ее от этого отогнала? Она недалеко. А если бы машина? Куда? Пошли за мной. Она на аллейке стоит. Здесь на аллейке? Да. Ты что, угораешь? Ты без прав сюда поехала? Яночка, ну ты что делаешь? Зайчик. На конец беременности, а? Ты не хочешь до инфаркта довести. У меня гормоны играют. Как ты сюда доехала? Взяла и доехала. Ты сейчас стебешься и кто поехал на машине, Серега? Зайчик, я. Как ты могла на машине по дороге поехать? Обычно. Признавайся честно, кто на машине ехал? Да я ехала, я тебе потом покажу. Убери. Зайчик, ты просто, я вот тебе серьезно говорю, вот как на тебя не... Моя девочка. Я тебе серьезно говорю, у меня так сердце перепугалось, я капец как испугался. Сердце перепугалось, прям сердце. Я перепугался. Сердце перепугалось. Здоровье быстрее. Хотя даже... Просто вот она стоит. И выкидывайся. Ребята, я мастер-пактор. Смотри, что ты открываешь. Как-то так, ведь нас тянет за мутом. Нет, ну смотри, как я хорошо поставила. Что она в целом в своей сохранности? Ребята... Точно мне врезалась никуда? Нет, ты смотри, все чистенько. Да, один раз. Ну я, правда, чуть бампер один расширала. Знаешь, как я пересрался, просто кобец. Ну это что за правки, Кобик? Ну капец, если бы ты не была... если бы ты не была беременна, я бы тебе татата сделал бы. Ребят, знаете, сколько я испытала? Она моя жена. Она бесстыдница. Называйте ее хомячиха. И в нос вот так сейчас засуну. Мои девочки, как ты беременна, так зайчик? Я чуть не посносила все ее знаки и все машины и не борося. Совсем просто. Хомик, я тебя накажу. Я тебе серьезно говорю. Ты получишь у меня дома. Вот она стоит. А мы с вами прощаемся, ребят. Моя хома. Всех любим, целуем и обнимаем. До скорых встреч. А подписка? А подписка? Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. И подписывайтесь на наш инстаграм. Силки в описании. Прощай. Пока. хоми хана дома. И я снова заезжаю за тобой 8 часов. Давай закроем двери и усвоим наше шоу. Ты кусаешь свои губы, а я газ поменьше. Ты так любишь за рулем. Детка, это твой ввести дерзкий взгляд. А вам не обман. Долблю как жестко